Почти на 100 автомобилей расширился список люксовых моделей, которые облагаются повышенным транспортным сбором. Речь идет о так называемом налоге на роскошь. Его должны платить владельцы машин стоимостью от 3 миллионов рублей. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Новый перечень профессий составлен для тех, кто проходит альтернативную службу. Список работ утвердили в Министерстве занятости. Сегодня предусмотрели около 60 профессий. В новом перечне исключили возможность пройти службу в должности гардеробщика, курьера, матроса, токаря, фрезеровщика и еще по ряду рабочих специальностей. Из списка также исключили такие творческие профессии, как артист театра кукол, звукорежиссер, музейный смотритель. Зато в перечень включили новые должности, такие как зверовод, лифтер, оператор котельный, рыбак прибрежного лова, ветврач и преподаватель. А Роскомнадзор решил заступиться за знаменитости. Согласно информации, размещенной на официальном аккаунте ведомства в одной из социальных сетей, к нарушениям законодательства о персональных данных публичных персон теперь относится создание интернет-мемов. Речь идет об использовании лиц звезд с надписями, не имеющих к ним отношения. Также запрещено создавать и использовать фейковые аккаунты публичных персон. В эту же категорию входят и поддельные сайты. Роскомнадзор обратился к владельцам интернет-ресурсов с требованием удалить всю запрещенную информацию. В противном случае чиновники намерены обратиться в суд. Минпромторг расширил перечень автомобилей, владельцы которых должны платить налог на роскошь. Из-за падения курса рубля в список попали автомобили, которые в прошлом году стоили меньше 3 миллионов рублей. В 2014-м перечень включал в себя 187 моделей, а в этом их уже 279. Для этих машин установлен повышенный транспортный налог, так называемый на роскошь. Чем новее автомобиль, тем больше придется за него платить.